Что-то не слышу. Не слышно? А вот сейчас слышно. Ну, я говорю, надо думать что-то, надо думать, потому что не могли уже контейнер заполнить, заполненные уже. И ко мне привезли тысячи экземпляров, мы их в сарай затащили. Ну, распределять уже тут будем. Следующую партию... Ну, как-то возьмите это на себя кто-то. Что со мной возиться-то? Я и не слышу, и не вижу толком. Ну, эту партию, если следующую, во свете Библии будем распределять между собой тогда. Ну, как-то надо сделать, чтобы оплатить, которую сейчас-то, если будете издавать, вот это, проповеди во свете Святой Библии. Конечно, это материал огромный, большой, но искать спонсора надо или как? Был бы кто-то знакомый такой. Ну, спонсора-то не найдем, а вот все равно где-то примерно в течение года люди, все из нашего содружества, они все в этом участвуют, и примерно за год набирается сумма. Ну, вот как-то думайте теперь там, я уже, чтобы совсем никак не мешался. Распространить и накопить на то, чтобы издать. Николай там на одну уже приготовил картинки. Теперь как будет выглядеть там шестой? Шестой как пятый был. А между ими, которые первое у меня красный свет, второе синий, а потом дальше идет желтый, зеленый и желтый, и желтого можно сделать два-три. Это спелое уже, человек обратился к Богу, готов встречи, и последнее белый престол. Ну, или можно тогда так, первых два красных, потом два синих и три белых, ой, и два белых, вот так тоже можно. Нет, два красных никак, это один раз рождается человек, синий это указание на небо, а дальше как раз человек зеленый, то есть это дела, уверовал, вот дела его зеленые растет, а дальше на осень, а осень длиннее, и мы-то там уже сделали, как желтая. Можем еще что-то сделать, под этот же свет, ни другого, чтобы она смысл говорила. Ну, тогда два белых. А белый один конечный, наступил белый престол. Ну, бесконечно. 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 Ну, и как, примеры какой думаете, сколько страниц будет? Ну, так и будет, 1350 где-то. Ну, надо вот думать. 1350, и только тогда мы уместимся. И то, наверное, мы, если все проповеди новые напечатать, то не уместимся. Все на этом печатать. Не все они напечатать. Володя у меня вот сколько уже ищет, находит новые, я их вставляю, а там сейчас контроль и говорят, это было, это было. Из пяти так оказалось только два годные. А мне-то никак нельзя за этим следить. Снимали разные, наши переснимали там в интернете, от них теперь берем, название другое. Ну, никак. Только одно надо вскрывать, каждый сравнивает. Видно, что в какой я рубашке одеты, какие были рядом люди. И видно, одно звание-то, проповедей. Ну, вот. Так что название не все говорит. Говорит только, когда включишь, ну, хотя бы там на полминуты. Ну, видно, как я выхожу, кто рядом стоит, читает. И видно, что потеряю в Киеве или здесь. Ну, обстановка там вся другая. Вчера только по рубашке определили, что название все другое, а проповедь... Вот, идите проповедуйте Евангелем всей твари. Я уже сколько сказал проповедей, опять еще готовлю. Со всех сторон осмотреть. Какая трагедия была с православием, что не послушали эти слопы заперлись в монастыри. А в монастыре заперлись, значит, никто не работал. Никто. Сами себя поедали только. Вот так. Да. Ну, все. Ждем. Ждем сейчас, по изданию. Пока первый только том и занятия. Ну, сейчас у меня жена пятый, доделывает пятый том. Вот так. Это Ирина Кондратек, это лучший корректор. Ну, настолько она медленно делает, она... Вот написано сегодня, одной буквы не хватает. Она останавливает, на меня присылает. Ну, это добросовестнейший работник. Одной буквы не хватает. Поставите. Я ей говорю, нет, это говорится удивление. Удивление две буквы. Там говорили о том, другом. А теперь о царстве небесном. То буква О, там она думает, что как подставить. Резкий переход на другое, и нельзя с него требовать человека. Ему говорили о земном, а вон, это такая трудная тема, царство небесное. Она говорит, ну, поняла, дальше идет. Я говорю, так вы не смотрите на эти буквы-то. Там никто бы не догадался, что-то еще это не так. А я должен подтверждать. Она медленно-медленно делает. Она говорит, я по-другому не могу. Надо потом будет как-то у нее разделить на несколько частей. Я вот сейчас эти десятку дал, у меня уже новых почти три. Очень вот эту вот корректуру делать не каждому дашь. Там много мест, которые не слышно. Люди, которые новые, они не знают эти слова. Я говорю, вы везде ставьте другим цветом. Я другой разделаю, делаю и думаю, конца краю не будет. А делается страниц 16, одна проповедь, 26 больше. Ну, взяли, взялся за гуш, говорит, не говори, что не идешь. Вот 123 занятия вне церкви, которые у меня тематические, вот это я сам их отмолотил. Готовы никуда уже не давать. Только поставить. Ну, темы очень интересные, такие редкие, просто редкие. Ну, и сейчас, который я вижу, вот сегодня я отработал у гроба человека, я говорил, Прокович, как себя человек сейчас должен вести, какие ошибки, почему так получается. Ну, и ссылки, конечно, на Священное Писание. Еще трагедия касается того, если человек погиб по твоей вине. ну, то есть, ну, многое человек подчеркнет, когда он убедит, как делаем мы. Одна едет, я в трамвае еду, она стоит и говорит, ну, как твой-то? Да похоронила, все хорошо, но паразит, говорит, каждую ночь приходит ко мне на него. Я не знаю, говорит, что с ним делать. И зовет меня на доброе дело. Я хотел стать сказать-то, это не он, демон приходит-то. И что надо, я все сделала, как надо, говорит. Там и людей собрали там и выпили, и все, как надо. Вот такое дело-то. Вот сейчас я опять начинаю тут, надо быть осторожным, почему, как, каким обманом вторгается к человеку кто-то. Тут новые, новые, главное, возникают у меня. Сегодня думал, я придется говорить проповедь, а батюшка приехал. Он торопится всех исповедать. А для меня это свободное время. Я очень долго готовлюсь, потому что говорил на эти темы, и мне очень хочется без повторений сказать. Чтобы не, а повторений сказать, я прочитаю все, что говорил об этом такое-то. Антони Блюм, другие говорили, что у меня есть те, которые не касаются, как Осипов другие, а вот которые такие знатные. У меня еще в памяти Златоуст, как говорил. Мне надо сказать, взять, что они не сказали, очень нужное. Почему не сказали, то непонятно. А теперь я открываю, и тоже люди удивляются. И вот до вас никто не говорил, ну найдите. Ну, допустим, взять этот канон Андрея Критского, считают его 1100 лет. 1100 лет, и никто не додумался, что он написан для оглашенных. А где благодарственное? Я разбил молитву по слабословию. Те же самые 204 эпизода, взятые им из Библии, на трехступенчатые. И поэтому брать только третью часть, первый день, а в конечном прочитать, тоже разделить на три, чтобы по продолжительности времени такое же самое было. Вздохали, взахали, как все. Я говорю, вот комментарии у меня в Новом Завете, 319 комментариев. Почему никто не сделал? 900 лет стоит на одном месте. А время-то меняется. Самые важные слова, которые говорит Феопилак, я их расширяю. Сегодня за это время какие были святые сказали и какое положение в церкви. А почему до вас никто не говорил? Ну, я их раздражаю, когда говорю, потому что я еще не родился. они на мою роду ревще. Ревще сказать. Кажется, дело такое простое, а теперь хватаются. Ну, как же так? Что-то умнее их, что ли? Я не говорил, но тебе понятно, что надо расширить эту тему. И при том, вы когда читаете, особенно на первом томе много, трехтомикой, те, которые любят Слово Божие, они никогда не будут против. Там говорится с упреком самим себе и с выходом из этого положения. Ну, вот так. Благодарю. Думаю, как же ты все, кто умеет, что делать-то это? Зашел там, полазил. Я когда-то занимался и фотошопом, и всем, но ко мне пришли одна, сказать, семья, а не жена хорошая и муж программист. С упреком. Вы взяли, все сами делаете, вас не будет, а мы еще будем делать. Я говорю, какое освобождение мне, вот вам все мои. А я конспекты, купил книги, по ним делаю и понял, что они меня освободили. Как я благодарен. А люди подумают, вышибли старика гнусного этого. Каждый день такие ругательства на меня. Ругательства, не знаю, вчера этот Яруш как поднялся, так гляди. Захватило его тут. А там еще Владислав на него вышел и начал показывать. Перекинули. А я больше ему и букву не буду писать. После первого-второго разумления еретика отвращайся, он самоосужден. Ему ничего не надо, он не знает. Нашел какие отбросы. Человек был еретиком, родился и перешел в новый, который как вот Блаватская примерно так вот. И он там что-то нашел. кто-то высказали или кто говорит Израил в ад прыгнул. Да. Да, да, это я специально посмотрел, почитал все, что там он много чего пишет. Это все там на видениях как Елена Уайт видение у него в основном. Я говорю, а этот-то Гусейнов-то его не было сколько, а он сейчас появился. Считал, где он был-то? На море? На море. Нет, он мне не прислал, пришлите мне. А я сейчас пришлю вам. Хотел сбежать, его тошнило, а теперь, говорит, я вашу волю выполнил, пошел на стройку. Я говорю, я ему нельзя мне отвечать. Ну, кто-то пусть ответит, скажи, мною прочитано, чтобы он знал. Он держится за меня сильно, но так как он однажды восстал там, обозвался, я ему уже не пишу. Так что, Гусейнов, он ушел, он же врачом работал, у него образование, он ушел на стройку? Да, потому что он со всеми там совершенно некоммуникабельный. Он, понимаешь, переходит с легкостью в драке или еще к чему-то. А когда он когда в военные-то пошел, там какой-то старшина или кто-то, он его сбил в лужи, табуреткой охаживал. Я говорю, это самые лучшие моменты твоей жизни были. И он оттуда бежал, документы все бросил. И здесь тоже устроился там, рыбу какую-то ловят. А кащает палубу, меня рвет, тошнит. Ну, морская болезнь, вначале надо, организм привыкнет или нет еще. Я, говорит, едва не сбежал. Ну, а потом, надо рыбу ловить, а я только держусь, шатаюсь. Ну, говорит, постился, ну, сколько там, выдержал, а потом нет, пересыхать стал. Вот, я скину сейчас его, интересно так он возвращается, опять на меня, но он, видимо, знает, что ему тогда в прошлый раз сказали, что я считаю, но отвечать не могу за оскорбление, которое ты принес вере истинной, православной. Вот так, ему дайте понять, я когда скину вам, и вы маленько ему там, ну, чуть-чуть подержать, можно его сказать, за тебя молятся постоянно, и поэтому смотри, твоя жизнь не повторится никогда. И ты пришел в такое общество, где люди знают Писание, святых отцов, ты маленько соображай, на кого ты руку поднимаешь, как от Атья Рош, что я не знаю, а он знает, да он процента не прочитал то, что я считал. Ведь я перед тем, как вот это все избрать, в 62-м году, я исламом занялся, буддизмом, даоцизмом, конфуцианством, и не просто сконспектировал, я понял, я сегодня конфуцианец, до вечера только все, человеческое, я везде выносил приговор, человеческое. А когда Евангелие стало, у меня же никогда не было, я не считал, все, во мне все вскрикнуло, это то, что я искал, небо заговорило со мною. Когда отец Геннадий Фаст у меня был, первая встреча, когда он обратился, утром закончили, и он говорит, я понял, говорит, у баптистов, у них, говорит, от ума, православие, это от Духа Святого. Любое толкование. Когда он стал говорить о крещении, он избрал тему. Когда я кончил о десяти девах, Игнатий мне сказал, ложь. А так опешил, как ложь-то тут, да ясно. А когда он ответил, я понял, ложь действительно. Там речь идет о том, что умерли, а не то, что в делах ослабели. Девы задремали, уснули, вот за это упрека нету, что уснули-то. Влад даже уснул. И поэтому, две тысячи лет нет Ханистая, верующие за него заснули. Умирают. Да, сегодня ролик такой на меня, то ли выставили, как кто-то ухаживает за больными и руку держит умирающего. Какие признаки, что он умирает? Ну, не всегда. Ну, не всегда. Вот так вот он делает, а потом аппетита никакого нет. Он меня еще не скоро, наверное, коснется. С моим аппетитом. Воды не надо, а мне наоборот, больше пей. Сегодня один так с позвоночником сказал, надо наполнить бутылку водой. Такая бутылка-то, нестыклянная-то. И это все, вот здесь седалищные нервы, а мне-то ашпирацию делали на позвоночнике-то. А у меня там две грыжи еще. А я с Любовью Николаевной, она же врач, врач хороший, терапевт. Я поговорил, она говорит, ни в коем разе. А раз они у вас здесь, вы их раздавите, и полная парализация будет. Я говорю, я потому и советуюсь. Ну, я хожу, смотри, я поднимусь, что еще надо-то? Ну, показываю, как ноги, вот здесь надо на столе свешать, и хлопать надо, чтобы там, мускулы там, на все смотрят, как маленький ребенок этот дед, говорит. Ну, что-то, оскорбительно разве? Да, правда, я не могу в свой возраст войти, я только умом понимаю, и думаю, это что-то чужая биография. И как встаю, как сплю, как ем, как иду, если бы никто не смотрел, колени не болят, я просто иду в припрыжку. А когда линии там работают, рабочие-то, меня видят, как я с работы возвращаюсь, то есть спрашивали, а вы шагом умеете ходить? Время, из-за времени. И это мне все сгодилось. Вот сейчас занимаюсь корректурой, которая поступает, уже переведенная, буквенная, в вордовское положение проповеди, ну, сколько успею? Ну, ну, много, прям глаза прожигаю, сижу. О, уже расцветало хорошо, надо идти голубей кормить. Сейчас полезу на вышку. А сколько у вас сейчас голубей-то осталось? Двадцать три. И в Потеряевке столько же. Вот главное-то на сегодня. Я спрашивал, когда мне это отдавал, голубятник-то, в Тюменцево, и я спрашивал, а как-то подогрев делать, и нет. А у меня, видимо, стенки все слабенькое такое-то, и три голубя замерзли. Просто замерзли. А которые у меня родились, и здесь были, им нужны никакой нету. А какая температура, там, тридцать два градуса, они больше выдержат. Ну, я тут пленкой все затянули. Вот сейчас как раз все пойдут. Вот одного больного принес, сейчас за ним тут наливаю, ему кормлю. Видно, что не железо. Он первый раз промерз, и такой дохлый. Но все равно попробуем. Ну, вот так. Ну, все. С Богом. Думайте хорошо. То есть укажете какое, и меня не затрагивать. И по изданию. По изданию. Это Лена, я скажу, чтобы она отрезала, и по новой, что наберется, только то брать. Может, еще кто-то возьмется. Вот я когда говорю, первое я издавал, тридцать восемь томов-то. Общества-то не было никакого вот такого. Все лежало на мне. И в переводе на нынешние деньги мне это обошлось в пятьдесят пять миллионов рублей. Не имея ничего. Вот откуда что Бог открыл, как двери какие? Разные люди. Прямо отовсюду из Америки, бывает с Австралии. Вы в деньгах нуждаетесь? Как узнали? Узнали. Бывает, ночью я к нему пришел, пнул его, на молитву вызвал и сказал, деньги нужны. Прямо удивительно. Притом, одинаково все говорят. В Великобритании, в Лондоне, там пнул одного ночью. Все лежит, вставай молиться. Он говорит, я испугался так, сейчас молюсь все время. Спросил, как звать, утром у меня нашел. Никогда не слышал. Вот тоже интересно как. А мне все это интересно. Я вот ложусь спать, когда заряжаю на сколько-то. А мне кто-то, вот так вот рядом, прямо рядом, около головы. Я соскочу, ангел мой, прости, я, наверное, минут пять проспал. Прямо похлопает. А то ангел может только так делать, как в тюрьме. Там же не часов нет, а свет-то круглосуточный. И я уже вставал не в 4.40, а ровно в 4. Ровно. Так что в глазок смотрели на меня, уже знали, и говорят, сейчас он пошевелится. Вот так руку положу и не пошевелюсь. А сейчас, вот он, вот время, время, сейчас проще. Я поднял руку, а я же не знаю, что в коридоре смотрят-то. Ну и дальше свои дела сделал и сразу на молитву. Вот это все Бог делает. А почему? По немощи. Не нам, не нам, на имя Твоему дай славу, Господи. Вот в каждом деле это видит, что вот дал же Господь вас мне настолько, программисты есть, ну то нету, то некогда, то я люблю, чтобы все делать быстро. Вот они приезжают, Володя едет кому-то там и сядут в машину и ни с места не сбегаются. Что же они так время теряют-то? А когда мы в дороге были, ездили-то, кто идет, ну Виктор в основном ходил, деньги заплатил, он только выходит, где заплатили за бензин-то. Мы уже в движении. В движении. Иногда эти секунды помогали нам проскочить, когда идет поезд. Нам это все дорого было. Поэтому у нас в среднем в день мы проходили одна тысяча и тридцать километров. И сколько городов за этот же день? А вы заранее зазванивались с библиотеками? Нет. Несколько раз Сергей созванивался, я как снег на голову говорит, летом. Значит, они меня не знают, книги не знают. Мне дается 15 минут, чтобы они доверились мне, доверились книгам, приняли, записали, отпустили. Тут все обдумано, поэтому у меня не просто опыт, а колоссальнейший опыт. 650 библиотек, только мы сдали книги раз, а встреч проповедей были тысячи за дорогу только. А дальше-то, представь, от Тихого океана до Атлантического собака купалась везде. Это, но Господь только так делает. И поэтому у нас подъем был всегда в два часа ночи. Подъем, и мы уходим, машина уже готова, все, дорога где-то там, может быть, вечером будет, где-то пообедаем. Никуда не заходили. Все роли были распределены. Сколько взять с собой картошки, капусты, огурцов, и где-то у нас стоянка была, все там спрятать, как возвращались. И такие чудеса Бог творил. Вот едем обратно, горы и горы, никуда не свернешь, нам надо ночевать где-то. А ночевать надо, чтобы был какой-то листок. И на этот азис мы тянем. И вот где, так, в темноте видно, контуры там далеко. Ну, и свернулись, там, может быть, метров 200-300 от дороги. Далеко нас не видно. А где остановиться, не знаем. А копает печку-то я делаю. Я лопатой сделал, два раза копнул, попал ровно на то место, когда ехали, туда делали. То есть, это из миллионных никогда не сделать так. А в другом месте ехали, дров нету. Ну, нет, остановились, где темнота, ночь. Я завтра в траву-то руку опустил в траву, маленькая поленица лежит. Поленица, напиленная, сложенная, бери. Ну, и, конечно, растопили, и дальше. То есть, это никак нельзя не заехать, не знаем, первый раз там едем, никогда тут не будем. И как кто нам все готовил это? Дело-то необычное. Вот туалет сделать, как сделали, там пласт лежит рядом. Теперь закрыть надо, закрывает другой. А он забыл. Я говорю, не говори, сейчас маленько отъедем, тогда ты закрыл, нет. О, теперь беги. Теперь он туда бежит, и память ему прирастает. Так, подает-то сейчас на меня там по детскому лагерю, все новые ролики лепят, какой-то фуражки такой там. Ну, у него же ничего нет. А почему? У нас так все идет слаженно, и написано, горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Зачем бы это было сказано? Поэтому весы не выровнены, они выравнивают нам, эти люди, они плетут венец. И он говорит, и берет, выхватывает одно и то же там несколько раз, ничего нету-то. Ну, с ним-то начни, там еще нету. А раз у него еще нету, он поэтому плетется по нашим, кажется, местам. Кто они такие, понятия даже не имеют. Кто? Самые опасные, которые рядом. Потому что любую мерзость могут сделать. А почему? Мамона там главное все занимает. Бабона. И поэтому, кто дает, они прям готовы задушить их в руках, обнимают. Везде, везде Бамона. Да. Особенно, когда нечистые деньги, Симония. Тут тогда с ума сходят. Каждому охоту ухватиться и быть тоже таким же. Если ты знаешь ворованное, зачем в рот берешь? Ворованное, отойди от него, чтобы не быть участником. Бог силен, он даст в другом месте. Ну, я говорю не сегодняшний день, там, может быть, где-то, когда-то, наблюдая за этим, по неволе. Ну, все, с Богом. Отошел. Спаси Христос. С Богом. Аллилуйя. Он. Убийя. Христос. Продолжение следует...